Точки роста в экономике. Предприятия республики продолжают расширять производственные мощности. Сегодня на заводе имени Чапаева приступили к выпуску импортозамещающей продукции. Теперь чебоксары могут стать крупным поставщиком пластизольных мечей. Друзья, мы поздравляем всех вас! Символический старт нового производства уже дан. В модернизацию этого цеха вложено более 250 миллионов рублей. Оправдать затраты и выйти на прибыльную фазу инвесторы намерены уже через два года. Настолько высок спрос на пластизольные мечи. Сейчас большая доля пластизольных мечей производится в Китае. На Чебоксарском заводе уже к 2020 году планируют занять порядка 30% российского рынка. Качество рисунка на пластизольных мечах не уступает импортным аналогам. В составе краски натуральные компоненты. Еще одно преимущество продукции – долговечность. Вот когда они горячие, в течение первых трех минут их можно надуть. Здесь станция надула, надувается здесь. То есть вот это место, еще раз показываю, прокалывается и вот так надувается. Вот он горячий, он бы надулся, а так он холодный. В ходе реализации проекта на заводе создали более 30 рабочих мест. Планы амбициозные. Объемы выпуска гражданской продукции намерены увеличивать. Мы должны реализовать 50% барьер к 2025 году. Поэтому нам нужно интенсивно работать, спешить и идти вперед. Поэтому я заверяю и перед руководством республики, и перед руководством отрасли, и Минпромторга, что наш коллектив, коллектив Чебоксарского производственного объединения Минчапаева, приложит все усилия для достижения этих целей. Первая партия пластизольных мячей уже готова к экспорту. Стартуем! Футбольный мяч, правда съедобный, произвели работницы крупнейшей кондитерской фабрики региона. Необычный десерт вручили гостям, приехавшим открывать новый участок по выпуску сахарного печенья. Это инвестиционный проект. За большинство процессов здесь отвечает автоматика. Технология, которая отработана и заложена в компьютер, и уже регулирует автоматика, она, конечно, более стабильнее, более стабильнее качество держит. Увеличивая мощности, на заводе просчитывают объемы продаж. Новую продукцию намерены поставлять и за рубеж. Кондитерские изделия продаются уже на экспорт. Президент Владимир Котин ставит перед нами задачу, чтобы предпринимательское сообщество, находя инструменты, через свои идеи, разработки, товары начали продавать на экспорт. Лучшим работникам глава региона вручил госнаграды за многолетний труд. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.